друзья всем привет вот очень часто бывает такое что недорогой автомобиль он плохой а может ли дорогой автомобиль быть хорошим давайте разбираться паули значит здесь кольца пускают по форсунке клапанная крышка тоже есть запотевание по резине процента 80 есть открылась на месте тормозной диск процентов 5 износа по колодкам процентов 60 50 есть о трещина здесь не крутилась капот весь сколах есть вот от сколов небольшие вмятины хром весь то химии спалили его на мойке сидушка заломана боковая поддержка снизу так есть небольшие вот мятина на заднем на задние двери сколы подкапанные накладка немножко не стоит на месте порога не критично по накладке пластиковый багажника тут все затерто ткани здесь порвана надорвана крышка багажника закрывается тихо затяжка работает весь скул на ребре заднего правого крыла есть срапины на крыше они не полирнуться кусок их много тоже вот счет мятина вот мятина здесь вот еще одна мятина здесь длинная большая мятина тут мятина по всей длине двери и выкатывали лобовое множество сколов неприятных по проему все хорошо есть сколы на пороге пластиковым тут тоже хром весь полез туда грязь вот это я вот неприятно и неприлично как-то так еще как то так шоке не нравится все нас так застыкаются форсунки срач вот я не знаю руки по отбивал бы кто так масло меняет оставляет в таком состоянии заливную но это ж ты перфекционист так это нормальное явление вытирать это все а куда слушай ну в германии это явление посмотри на это ну куда это годится ё-моё ну ну зато во всякого кизя как не живет так скоро бужить вопрос времени слушай мотор не помытый хорошо это хорошо ну и форсунки обстыкается клапанная крышка обстыкается но это не критично но это есть но по комплектации смотрю это она ну то есть все как указано все есть кстати первый раз вижу машину без возможности продления гарантии стен дальнего света адаптивный круиз да блин да датчики стоят 8 пассивных динамиков без обтяжки кожи залом тут были на сантиметров 10-20 бы посередине двери ну что же бывает машина не идеально совос не для стран с жарким климатом и без вентиляции без массажа стекло то должно стоять а термальная стоит обычная потому что термальная пипец какое дорогое триплекс есть а термального стекла нет да и плюс по датчику дождя я очень уверен что он будет работать потому что вот эту шайбу надо было менять и сейчас как пузырь споймался но это лечится либо новая пластырь ставится либо же просто гельмами ну то есть это лечится а стекло здесь должно стоять такого с фиолетовым от ли он ремни смотрел а багажник а дальше что-то посмотри что-то еще не смог на усы 3 спину дует так из ошибок которые пассивные блок управления информации системы нет связи как это нет связи с уж есть месяц назад у нее пробег был 213 330 сейчас 213 161 то есть она за месяц проехала 200 километров шишу машина за месяц проехала 200 километров даже не меньше 200 190 чем-то на эту машину не к ней эксплуатирует не используют но верхние эти самые рычаги там уже бы надорванные уже там электроника тормозной системы но тут наверное севший был аккумулятор скорее всего крайней мере машина не с чищенной истории по крайней мере свежак истории не чистили потому что еще месяц назад история вся просматривается но когда машина приехала сюда здесь все чистили салон в районе трех-четырех тысяч поклейка бампера капота я честно это будет очень дорого и она не того не стоит тут вообще не трогать не надо вообще его трогать честно 150 150 до 200 долларов капот перекрасить да здесь надо переуплотнить форсунки плюс клапанную крышку я тоже поменял бы короче три процента от своей своего пробега наехала в режиме спорта так в принципе плохой дороге последний раз она видела датчики распознавания 167 тысяч ни одного перегрева в коробке не было ну то есть за все время зафиксировано 0 сейчас еще снизу посмотрим что предварительно видно что у нее надорваны рычаги верхние ну сами соленблоки по электрической части мозги не правили как минимум ну то есть довольно длительный период времени как она заехала у нее есть история того что туда не лазили это хорошо может этих паспорт загоним на подъемничек так а шо у нас на таком почетном пробеге с радиаторами углу и радиаторов тут нету практически нет он забитый просто ко мне он есть естественно но нижний он такой подзабитый ёпти бля сколько там листиков живет между радиаторами сергей викторович когда будешь писать акт обязательно напиши помыть радиаторы потому что тут ну можешь посмотреть тут столько говнища живет я уже давно столько не видел какая-то изолента а вот это что такое это остаток какой-то теплозащиты а вот это вот херня надо стать поставить что такое желуди надо немецкие ну реально вон немецкие желуди где-то под дубом в лесу она стояла кора дуба листья дуба а вы кстати знаете как выглядят листья дуба это я обращаюсь молодежи потому что вот например мой младший сын он лишь только недавно узнал как выглядят листья дуба зато он с легкостью определяет последнюю модель ferrari от какого-то lamborghini то есть я могу некоторых моментов не знать а вот с растениями у наших детей все как-то печально машина вообще не ржавая это хорошо да обычно вот вот после вот этой части они уже там начинают обсыпаться коррозии да ну сверху красивенький даже можно сказать не обстоты значит у датчику с той стороны он не поставил блин тут натяжка ремня действительно слабая слабая на свистела просто жест на холодную вот он она сильно растягиваться вот я даже надо подтянуть ну мы имеем два живых саленблока из восьми по рычагам но вот эти надо уже менять они где вот эти если меня это сразу все 8 то есть мы получаем понимаем что верхние порванные нижний надорванный вот это целый хорошее точно 28 20 но и цена стоит 23 с половиной листоков и объективно машина стоит ну грубо говоря по верху рынка и она должна быть хорошая в этом формате пока не стоит защита могу показать недостатки и дофига но они есть которые нужно будет устранить и они не дешевые сзади сальник коленвала сделать порог пошел порванный он реально порванный там немятина топорный порог там грубо говоря вот так расшито это все надо делать верхние рычаги задние и саленблоки передних рычагов но вы знаете что много рычажка меняется все в пищи радиаторы там просто шубы из лисе там кто-то как будто что-то 22 500 я здесь ладно здесь еще блять стекло бы стояло бы блин а кстати дару стекло говняное стоит нет этой комплектации там тут даже блин она не есть есть момент немцы ставят на цену что совсем не как они там посчитали нужно компания поставить и такое на и поставить у меня бюджет 24 это совсем уважение я просто больше надо решить не принимать если 22 с половиной это потолок да еще и тогда здесь понимаешь какая хитрая ситуация здесь есть вопросы по машины но рынок в таком формате что других машин сейчас нет а парни это очень хорошо чувствует но и чуть-чуть другое когда я выбираю под себя машина да и вот когда я опираюсь на комплектацию да на что внутри она запакованная было на сидушке чтобы мне нравится руль и педали обвес и если я начинаю уже подбирать уменьшать пробег допустим да пытаюсь все и найти такую комплектацию все ценник там начинается вот 15 тысяч евро и погнали туда по 25 и мне нравится машина не нравится мне за 15 вот не хочу покупать и вот то что мне нравится в отвесе было в том второй комплект это тоже день то-то все выходит космос короче 22 22 500 без дисков 23 22 так это не ко мне этого парням вопрос я просто я посчитаю сколько что встал все расходы на машину знаю что 20 всем я не могу мы еще не расходимся как минимум надо час проконтролировать как защиту поставили и и выдать машину из минусов по автомобилю то что надо делать срочно у нее порог надорванный то есть это откровенный минус надо у нее чистить радиаторы бы ну что там ну пипец такая шуба там еще чуть-чуть и белки жить буду там желуди уже насобирали дубовые листья мех там все хорошо машина не дышит не греется задний сальник коленвала не прям сейчас но на подходе из 8 саленблоков рычагов шесть надорванные два целых то есть но если они меняются то меняются сразу все в куче колечки под форсунки это из-за наблюдений все ну и натянуть ремень а так в принципе то машина неплохая но ценник у не слегка завышенный то есть вот парни хотят ее дать за 23 с дисками с зимними с колесные зимние диски имеется легкосплавные с двумя комплектами резины 2322 и 7 они очень сильно думают но моя точка зрения такая что они очень хорошо чувствуют рынок и пользуются того что машин нету сейчас вы просто нет если сейчас заморачиваться привести такую машину то можно и дешевле привести а можно и не угадать и самое обидное заключается в том что человек станет заложником ситуации тогда когда допустим и приедем в ту же самую германию те же самые нидерланды и если не найдем машину по классной цене то тогда она станет дороже чем 23 и так даже бабки не ходи а и машина просится на перепрошивку то есть она чувствует что надо есть свежие программное обеспечение я на другой территории обновите меня освежите меня сейчас они поменьшуются и двадцать два и семь я думаю не отдадут но это моя точка зрения друзья для того чтобы было понятно этот автомобиль идет тупо по верху рынка то есть выше цены уже просто на эту машину не было это самая дорогая имеет такое количество недостатков дефекты по кузову там надорванные сайлентблоки рычаги не если посмотреть в общем формате то машина вроде бы как и прикольно но не самая дорогая из интернета то есть в моем понимании в моем осознании когда машина имеет такой цене у нее должно быть состояние около музейного ну то есть близко к идеальному одни достатков здесь в большой вагон и маленькая тележка и человек просто очень хорошо чувствует этот момент имеется ввиду тот который перекуп и дешевле и не отдает то есть готовы были забрать эту машину за 22 с половиной он ее не захотел даже отдать за 27 сейчас на данный момент я уже нахожусь в польше и прошло уже по моему четыре или пять дней с момента как мы осматривали этот автомобиль и до сих пор это машина в продаже то есть она не продалась друзья на сегодня все с вами был николай тарануха киев компания один авто всем удачи на дорогах всем пока пока и да не забывайте подписываться на канал оставлять комментарии ставить лайки это помогает продвижению канала ну а мы пошли дальше смотреть что он говорит тут а мы пошли тут смотреть заходить автомобиль какой автомобиль это уже будет история которую вы увидите я думаю наверное недели через две что это будет за машина а я ее кстати здесь не вижу ну короче где-то она там есть все мы пошли